В этом видеоролике мы рассмотрим создание направляющих линий в 3D-окне. Общий принцип создания направляющих в 3D практически ничем не отличается от работы в 2D-пространстве. По умолчанию направляющие создаются на плоскости редактирования. При этом можно создавать как бесконечные направляющие, так и отрезки направляющих линий. Однако в 3D нельзя использовать геометрический вариант построения направляющей окружности с заданной касательной. Если создаваемая направляющая находится выше линии горизонта, то курсор принимает форму облака, указывающего на невозможность размещения направляющей. При перемещении направляющей на плоскость пиктограмма облака исчезает, а плоскость редактирования продлевается до текущего положения направляющей. Направляющие линии могут автоматически принимать форму любых прямолинейных или криволинейных ребер конструктивных элементов. При этом создаваемые направляющие могут располагаться и выше линии горизонта. Кроме того, направляющие линии могут располагаться на негоризонтальных плоскостях, определяемых текущим положением плоскости редактирования. Проекции направляющих на плоскость редактирования отображаются теми же линиями, что и линии привязки. Несмотря на то, что направляющие линии могут быть не ограничены по длине, они отображаются в 3D, как отрезки, во избежание появления в 3D окне бесконечных элементов. В результате в графическом представлении направляющие несколько продлеваются за пределы плоскости редактирования, оставаясь по сути бесконечными элементами. Продолжение следует...